Здравствуйте, друзья, как всегда по понедельникам мы с адвокатом Борисом Палантом обсуждаем наши американские будни. Борис, добрый вечер. Привет, Лена, и я рад приветствовать всех наших зрителей и слушателей. Знаешь, вот как-то так события закручиваются на нашем фронте политическом, американском. Я не зря называю фронтом, потому что то, что происходит у нас, иначе назвать нельзя. Мы на войне, и эта война в холодной форме является вот той самой гражданской войной, потому что по-другому назвать нельзя. Сумма, проставленная у нас в названии передачи, дело о 148 миллионах, которых присудили адвокату Джулиане. Это, я даже не знаю, как назвать, это шутка, это теперь правосудие так работает, или так оценивают свои страдания те, кто вовсе не пострадали. Итак, какой твой вопрос, как оценивают? То, что присудили, мы начнем с того, что окружной судья США Берил Хоуэлл постановил еще в августе то, что Джулиане оклеветал двух истиц, которые, собственно, были работниками во время выборов в штате Джорджия. И вот эти дамы, которые... Давай на секундочку. Итак, он обвинил их в мошенничестве. Он обвинил в том, что они делали подсчеты голосов после того, как официально закончился подсчет. И также, что флешку с информацией они куда-то там передали. Потом оказалось, что это не флешка с информацией, а это просто конфетки ментоловые. Итак, у меня к тебе вопрос такой. Он оклеветал их? Все зависит от того, что ты хотела видеть в кадре. Я считаю, что нет. Давай сейчас я буду вести допрос. И мы договоримся с тобой так, что ты, поскольку ты не являешься президентом Гарварда и не будешь отвечать, это зависит от контекста, ты будешь отвечать прямо и честно. Оказалось, что это не флешка, а ментоловые конфетки. И оказалось, что они не вели подсчет голосов после того, как официально он был прекращен. Итак, он оклеветал их или нет? Я не знаю. Почему? Потому что я не считаю эту клеветой. Это может быть его мнение, то, что он увидел. Секундочку. Например, если я скажу. Мое мнение таково, что Лена имеет у тебя нечиста на руку. Это одно мнение. Второе. Это мнение. Второе. В супермаркете NetCost Лена украла три арбуза. Это уже факт. Правда? Это не мнение. Ты на самом деле арбузы эти не крала. Итак, я тебя оклеветал? В этом контексте, да. Не надо без контекста. Я тебя оклеветал. Ты за арбузы заплатил или вообще арбузов там не было? Итак, я тебя оклеветал. Скажи, пожалуйста, во сколько ты оцениваешь свой ущерб? Все зависит от того, будет ли у меня какой-то потом ущерб. Накажет меня кто-то? Или это сами со просто словами? То есть накажут. У тебя одна репутация в этой жизни. Теперь тебя погнали с континента, потому что мы с ворюгами не имеем дела. Тебя это сам. А кроме того, тебе начали звонить и угрожать. Потому что там речь шла, ты прекрасно понимаешь, что среди нашего брата, сторонников Трампа, есть очень лихие люди. И вот эти лихие люди стали звонить этим двум чернокожим работницам, мать и дочь. Стали звонить и угрожать. Известные их имена узнали их телефон, стали звонить и угрожать. Одна из них вынуждена была выехать из квартиры, которую она снимала, скрываться и бояться. Вот они выставили многомиллионный иск. Теперь, когда судят за дефамацию, то есть такое понятие фактический ущерб. Это компенсация за фактический ущерб. За мои страхи, волнения, нервы, за потерю моей репутации. Это фактический ущерб. И судья вынес нам решение столько-то там миллионов долларов, там 37, неважно сколько, за фактический ущерб. Теперь есть понятие, а это в наказание. Это называется punitive damages. Просто damages или actual damages. Это актуальный, фактический ущерб. Punitive damages. Это в наказание. Обычно в судах используют формулу дважды. То есть дважды возьмем фактический ущерб, умножаем на два и получается в наказание. Это то, что Джулианин должен платить в наказание. А их двое. И так получилось кругом-бегом 148 миллионов долларов. Означает ли это, что я согласен со всем, что происходит? Нет, я не согласен. Я не... Теперь, когда я тебе задал вопрос, а ты считаешь, что он их оклеветал или нет, будучи консервативной республиканкой, как и я, ты ответила, это зависит от контекста. Извините. Но беда в том, что Джулианин сознался в этом. Он сам сказал, да, я признаю это. Он признал, что он это сделал. Какая у него может быть защита? Защита может быть очень простая, которая уже прозвучала от его адвоката. Она прозвучала, что Джулианин в юридической документации признал, что он беззаказательно обвинил женщин. Фальсификации бюллетеней. Можно я фразу закончу? Фальсификации бюллетеней. С тех пор он повторял это неоднократно, а в разных формулировках. Об этом тоже сказал адвокат Джулиани. Однако, вот здесь однако, его адвокат, признав вину, заявил, что Джулиани не несет индивидуальной ответственности за любые преследования, которые подвергали женщины. Секундочку. Одно дело сказать, да, мой клиент виноват, но не он один. Правда, это слабая защита? Но тебе виднее, ты адвокат. Это возможно защита слабая, но в данном случае... Это исключительно слабая защита, потому что ответ на это не волнуйтесь, доберемся и до других. Не надо волноваться, доберемся. Поэтому у вас, господин адвокат мистера Джулиани, есть проблема с цифрой 148 миллионов, потому что что касается виновен или не виновен, то вы согласны, что виновен? Потому что а как иначе? А как иначе? Я тоже не согласен с цифрой. Но если мой клиент уже сказал, что да, я виновен, что я могу сказать? Вы знаете, мой клиент с ума сошел, на самом деле он не виновен, хотя есть. Это же и в Твиттере, и в интервью, которое он давал, он повторял это все время. Ну и что мне теперь делать как его адвокату? Ну, что теперь делать как его адвокату, естественно, апелляция. По поводу апелляции, дословно, то, что написал Джулиани в Твиттере, это тоже имеет значение, абсурдной суммы, свидетельствует об абсурдности несправедливости всего разбирательства. Это пишет Джулиани в Твиттере. Это не имело ничего общего с судебным процессом в стране, верховенство закона. Я не смог предоставить никаких доказательств в свою защиту. Нам еще есть что сказать, и мы с нетерпением ждем апелляцию. Если им есть что сказать, я слушала выступление Джулиани сразу после принесения приговора, я видела его реакцию, там прозвучал очень интересный тоже момент, потому что присяжные, которые выносили вообще не в Джорджии, а в Диси вот этот приговор, они даже не слушали Джулиани, они даже не пригласили в сторону защиты, они просто вот то, что я слышала своими ушами. Лена, мы можем слышать у нас разные уши. Ну расскажи, расскажи о своих случаях. Если я хочу выступать, меня судят. Ну выступай, кто может мне запретить выступать. Но выступая, это же не просто, это же не советский или российский суд, где выходит и начинает. У нас строгая дисциплина, у нас речи не произносятся, речь может быть только в самом конце адвоката, после завершения допроса. А так выступать это означает, я открываю себя для прямого допроса, прямой допрос это когда твой собственный адвокат задает тебе вопросы, а так же для перекрестного допроса, когда противоположная сторона начинает задавать вопросы. Так вот, или я не хочу открывать себя, и тогда я отказываюсь выступать, и тогда я не ставлю свидетелей в свою защиту. Дело в чем, дело в том, что теперь Джулиани сделал заявление, я встречался когда-то с Джулиани, это легендарный человек, какого черта он делает заявления какие-то, называя конкретные фамилии, и не обладая, не сделав расследование. Он-то должен был, он же не просто так, он же с каким стажем прокурор и адвокат, и что же он делает? Он называет конкретные фамилии. Он что, не отдает себе отчет, что такое дефамация? Единственная защита против дефамации две защиты. Первое, я ничего не говорил, вы спутали, этот человек, у которого похожая внешность и голос, это не я, и вот доказательства. Второе, вторая защита, все, что я сказал, правда. Если на самом деле видео в супермаркете показало, как Лена тащит три арбуза или сколько там, не заплатил, то я выиграл, а ты проиграла, потому что я сказал правду. Так теперь Джулиани говорит, ну, апелляция произойдет так быстро, что никто не успеет оглянуться. Теперь рассказываю, что происходит, и это, я надеюсь, это интересный рассказ, что происходит после того, как присяжные признали, это гражданский суд, признали человека виновным, и он становится моментально должником на сумму 148 миллионов долларов. Кругом бегом у Джулиани по мини нет таких денег, ну, какие-то оценки я читал, может быть, до 50 миллионов долларов. Одна треть того, что полагается, так сказать. И что происходит? Адвокаты этих истиц тут же начинают работу, они имеют право моментально начинать собирать деньги. Значит, будут слушания, где ваши счета, номера счетов, документы на квартиру в Манхэттене, документы на Кондо в Мар-А-Лаго рядом с резиденцией Трампа. Все, 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 вплоть до часов, вплоть до перстников, носит Джулиани, все, что имеет ценность, будет забрано в него. Как Джулиани может остановить этот процесс? Для этого ему нужно, он подает апелляцию, и он хочет, чтобы был, это называется по-английски stay of execution, это приостановление исполнения суда. Для этого он должен нести залог. Какой залог? Если сумма, которую он должен заплатить, будем считать 150, округлим 148, 150 миллионов долларов. Какой это может быть залог? 100 тысяч? Нет. 200 нет. Миллион тоже нет. Пусть это будет 10%. 15 миллионов, которые у него ликвидных, так что вот пошел, взял и положил залог 15 миллионов. Нету таких денег у него. поэтому я сомневаюсь, что он даже сможет нести залог. Когда он вносит залог, то тогда юстиции прекращают все действия, ну и через своих адвокатов, по исполнению решения. А если он не вносит этот залог, они могут забирать, что найдут? Плоть до пенсионного фонда, то, что называется 401k, если там много денег, что-то ему оставят на жизнь. Все счета, яхты, катера, лодки, драгоценности, то есть все, квартиры, дома, все это пойдет с молотка этим двум оскорбленным дамам, которые доказали. Понятно же, почему дело ослушалось в Вашингтоне. Ну понятно, что юстицы хотели дело в Вашингтон, потому что Вашингтон это самая демократическая яма, помойная, которая существует в стране. А что им позволило, ведь это же дело из Джорджии идет, а позволило им перевестись в Вашингтон то делом в суд, что Джулиани, это резидент штата Нью-Йорк, две оскорбленные дамы потерпевшие, это гражданки штата Джорджии, разница в штатах, мы будем в Вашингтоне, и это федеральный суд, и вот тебе и дело с концом. И приехали. И если ты меня спросишь, что я предвижу, я предвижу то, что в Джулиани может быть кто-нибудь из каких-нибудь очень-очень богатых республиканских доноров ему одолжить деньги, смотри, допустим, кто-то говорит, ладно, Джулиани, выставляй 5 миллионов, я тебе даю 10, чтобы внести залог, и Джулиани проигрывает апелляцию, а вот что с этим 15 миллионов, тут же они уходят истицам, то есть кто ему даст эти 10 миллионов, понимая, что если он проиграет апелляцию, то эти деньги тут же уйдут, то есть это надо быть так уверенным в том, что ты эту апелляцию выиграешь, чтобы одолжить ему эти деньги. Теперь Джулиани, будучи пенсионером, что касается, он же был федеральный прокурор, правильно, значит у него есть пенсия, значит половину этой пенсии, остаток жизни он будет давать этим двум дамам. То есть иными словами я очень пессимистично смотрю на то, на финансовое будущее Джулиани. И к сожалению, к сожалению он позволил себе что ему надо было делать. Вот смотри, есть такой человек, его фамилия Клайн, первое имя, Филипп, по-моему, Клайн. И есть такой проект компании Америтейд. Это весьма либеральная компания, названная в честь судна, на котором произошло восстание чернокожих и они обрели таким образом сами себе свободу. И называлось это судно Америтейд. И вот Клайн выступал о многочисленных нарушениях в ходе выборов 2020 года. И он говорил, там цитировал каких-то, он может сказать, а губернатор сделал это, там такого-то штата, а председатель там такого-то комитета сделал это. Все проверено до мельчайших каких-то подробностей. и судить его некому. Некому. Поэтому что я могу сказать? Мне Джулиани стал сочувствие вызывать у меня и подозрения в своих наверное способностях даже, потому что может быть возраст, может быть нервная ситуация для него. он-то на самом деле истинный поклонник Трампа. Но его деятельность на этом поприще юридическом была не блестящей. Не блестящей. Сколько там исков он подавал? Десятки. Ни одного он по сути дела не выиграл. И мне его очень-очень жаль, потому что это герой того, что все знают в мире как Септембр. Левен, где кроме того этот человек, который разгромил итальянскую мафию, который посадил в тюрьму всех, кого только возможно было, то есть он был блестящий прокурор. И вот как ты поняла его дела печали? Я все-таки надеюсь, я понимаю, потому что я, как каждый человек, который пережил 11 сентября здесь, я помню роль Джулиани. Я помню, как он работал, как он материровал, и как вот это, знаешь, его теория разбитых окон, которая восстановила Нью-Йорк, и все это восстановило, и город при нем процветал. Согласен, согласен, поэтому обидно, жалко. Я надеюсь, что хотя бы эта сумма будет значительно снижена. Я, ты знаешь, в последнее время я не зря написала вот название вот это дело от 148 миллионов, потому что вот таким образом при помощи при помощи денег сегодня сейчас убивает соратников и союзников Трампа. И этим занимается генеральный прокурор, этим занимается власть Байдена. Поэтому когда мы говорим о том, что он обвинял, и потом признался, ну так у нас же очень многие признались. Очень многие из вот тех 18, которые были соратниками, которых Джорджи судят, о Рэкете, дело о Рэкете, их же всех судят и им что-то предъявляют. Ну просто вот из всех из них Джулиани продолжал сопротивляться, потому что когда ты видел видео, а ты видел то видео, где сотрудники что-то какие-то проводили, манипуляции с бумагами, документами, мы все это видели, а нам говорит, этого всего не было. И ты в данной ситуации себе говоришь, ну хорошо, я скажу, что этого не было, или это все-таки было. Лена, во-первых, не путай уголовные дела с гражданским. Джулиани судили две женщины, а не какой-то штат или федеральное правительство. Джулиани в этом иске тюрьма вообще не грозило. Извини секунду. И так тюрьма ему не грозила. Речь шла только о бабках, причем серьезных. И ты хочешь сказать, что под давлением Джулиани был вынужден признать себя виновным? Я хочу сказать не об этом. Я хочу сказать о том, что то давление, ты совершенно правильно сказал, то давление, которое на него оказывалось на протяжении последних лет, оно могло сыграть свою роль тоже. Я совершенно с тобой согласна, когда ты говоришь о его психологическом состоянии, о том, что он постоянно находится в стрессе последние годы. Его уничтожили как, его уничтожают как адвокат, уничтожают его репутацию, уничтожают на ровном месте. Лена, давай так. Если человек слишком сенситивный, слишком подвержен стрессам, депрессиям, возраст уже не тот, память не та, работоспособность не та, то не за чем идти в бой. Это все равно, что идти в бой со сломанной ногой, с выбитым глазом. Ты же стрелять не можешь. Куда ты идешь? Ты обуза. Я не говорю сейчас о том, нужно идти в бой или не нужно. Мы с тобой обсуждаем то, что уже произошло. Произошел вот этот факт. Произошел факт. он не до, ты же начала с того, что мы на войне, на холодной войне. Значит, или ты боец холодной войны, этого холодного фронта, либо, если ты устал, то ты сидишь и смотришь, как это все, где-то что-то подсказываешь. но если ты теряешь нюх и ты позволяешь себе. Лена, я люблю Джулианин. Я с прискорбием говорю то, что я говорю и надеяться на то, что апелляционный суд скажет, ни в чем он не виноват, ничего он вам не должен, а вот вы ему еще должны. Нет, этого не будет. Этого не будет. Значит, что будет? Ну, может быть, скостят со 150 до 50. Это чего, легче ему? Ну, легче в том смысле, что ну, заставят все продать, ну, оставят какие-то там деньги и кто-то, может быть, добавит из серьезных республиканских доноров там, то, что они хватит 5-10 миллионов и все, и он и он опустится до уровня зажиточного жителя Брайтон-Бич ну, я не в обиду Брайтона говорю, а просто из, в общем-то, мультимиллионера есть шанс, что он станет, ну, в лучшем случае миддл-класс, в лучшем случае. и такой шанс есть, Лена, такой шанс есть. Я не говорю, что шанса нет, я говорю с прискорбием, что этот шанс есть, с прискорбием, что Джулиани допустил ошибку, с прискорбием, потому что Джулиани это вот тот образ Америки, который сейчас на наших глазах уничтожается. Он символ Америки, американской и стойкости, и американскости, если мы уже говорим о чем-то. Ну, вот смотри, видишь, ты уже поменяла свое мнение, теперь ты с прискорбием, потому что мы начали разговор на эту тему с того, что ты сказала, в чем это он виноват, какая дефамация, теперь ты понимаешь, это замечательно, что дефамация произошла и что мы с прискорбием сообщаем об этом. Ну, начнем с того, что я могу все что угодно думать. Конечно. Мы с тобой как бы разбираем и препарируем то, что задают мне вопросы, вот такие вопросы задают мне мои зрители. И поскольку они задают эти вопросы, то мы должны смоделировать вот этот разговор чтобы понять, что к чему и как. Все сомнения, все. Поэтому, когда, знаешь, многие говорят, ну как ты, вот Борис Палан садится с дурой, прыгивая, что-то разбирать. Да нет, мы именно для очень умных наших зрителей пытаемся это разобрать, чтобы потом вопросы не задавали. Борис, перед тем, как мы подойдем к другой теме, эту тему мы, как бы, я думаю, раскрыли на сегодняшний день. Останется только что ждать результатов и апелляционного суда. Мы обязательно вам расскажем о том, что будет происходить дальше, потому что все, что угодно может произойти, мы пока не знаем. Сегодня у нас декабрь, 18 число, пока что мы знаем только то, что вот в ожидании все апелляции, в пятницу об этом сказал Джулиане. Посмотрим. Дай Бог, чтобы до Нового года что-то произошло, но мы пока не знаем. А перед тем, как мы перейдем к еще одной очень важной теме, я хочу о приятном, очень приятном. Маша Машкова, талантливая актриса, которая живет в Лос-Анджелесе сейчас. 21 декабря, это у меня обращение к тем, кто живет в том районе Соединенных Штатов Америки, в том регионе, в Лос-Анджелесе состоится 21 декабря американская премьера спектакля Надеждины. Собственно, это история про бабушке Маши Машковой, и мы обязательно дадим в описании все ссылки на место, где будет происходить, на билеты, которые можно купить. Ну и, естественно, вопрос к Борису, а ты смотрел сам спектакль? Ну, сам спектакль я не мог посмотреть, поскольку его премьера состоялась в Кишиневе. Это родина прабабушки Миле Зеленской. Но я читал книгу, которую Маша выпустила. Ну, выпустили ее в Кишиневе, но забрала эту книгу Маша. Это дневник Миле Зеленской прабабушки Маши по отцовской линии. И это очень интересный материал. И значит, пьеса прошла с колоссальным успехом. Это моноспектакль в Кишиневе. Было сыграно пять спектаклей вместо запланированных трех. Аншлаг полный. И этот, ну, конечно же, Маша, наверное, наверное же провезет его по всей стране. Америки, я имею в виду. И не только Америки, но и Европы. Но вот премьера американская состоится 21 апреля. Я знаю, что осталось очень-очень мало билетов. Так что, если кто-то будет или в Лос-Анджелесе или живет в Лос-Анджелесе, то я советую поторопиться, потому что билетов очень мало. Борис, какого апреля? 21 декабря. А я сказал апреля? Да. Я как Джулиани. В маразме уже. Ну вот видишь, все. Все, я тебя могу судить. 21 декабря. Вот так вот скажем. 21 декабря, то есть вот сейчас уже будет в четверг. Это через несколько дней буквально. Да, да. Это уже совсем близко. Вы знаете, если вы хотите и интересуетесь вообще театром, искусством, интересуетесь спектаклем, подробная статья есть, она тоже будет ссылка дана в нашем описании, «Голосы Америки». и прекрасная музыка, которую написала Аня Друбич, которая пишет музыку для голливудских фильмов. Это дочка Тани Друбич. Прекрасная сама пьеса, которую сделал Никита Лебедев, у него есть псевдоним, Антон Ториатьев, это брат Маши по материнской линии и замечательная, я не знаю, как это назвать, компьютерная графика, гениальная компьютерная графика, которую сделала Лиза, я забыл ее фамилию, это жена Никиты. То есть это ну есть еще режиссер, который выскакивает фамилии, но это в основном как бы семейный проект, и это на самом деле срез эпохи, потому что я вот я читал воспоминания Милии Зеленской о своем как бы ну муж это был молодой революционер, который вступал там в споры с Владимиром Ильичем Лениным, и можно долго говорить, а вот что было бы, если бы он так рано не умер, кем бы он стал, пошел ли бы он сразу под пули своих же комарадов, большевиков, или стал бы одним из них, то есть там есть многое, о чем можно рассуждать, и поскольку я читал значительную часть книги уже, это очень интересно все, это на самом деле интересно, и я любителям литературы, любителям театра, я конечно же рекомендую, если есть еще билеты, достать, и Маша не нуждается конечно в рекламе, конечно нет, но просто кстати сейчас вышел фильм на экраны S.O.S., где она играет одну из главных ролей, это американский фильм, и вышел последний сезон сериала, который называется, как он называется, All for America, или как-то, я не помню, как он называется, я сериалы мало смотрю, но она играет вот в этом сезоне, последнем сезоне, российскую астронавтку, космонавтку. мы сейчас переходим к личности Джека Смита, понедельник, минувший понедельник, я хочу напомнить, что на вопрос этот тоже поступил от нашего... По-моему, этот сериал называется All for Mankind. Ну, All for Mankind, а как называется сериал с участием Джека Смита? Ты имеешь в виду, который там посудит? Ну, конечно. Как бы ты назвал сериал вот этот? Одержимый. Одержимый. По-моему, такой фильм когда-то был. Так вот, специальный прокурор Джед Смит в понедельник, ровно неделю тому назад, 12 декабря, попросил Верховный суд быстро рассмотреть и вынести решение о том, защищает ли президентский иммунитет бывшего президента Трампа от судебного преследования по делу в федеральных выборах 2020 года. Борис. Да. Что у тебя есть сказать по данному поводу? У меня есть сказать по данному поводу вот что. Ситуация почти что абсурдная. Почему? Потому что апелляции подает обычно та сторона, которая в проигрыше находится. Прокурор Смит ни в каком проигрыше не находится. Таня Чоткан, судья, отклонила ходатайство Трампа о том, чтобы дело вообще выкинуть. Прокурор Смит выиграл это дело. Затем адвокаты Трампа сказали, что они дойдут до Верховного суда. На это Смит сказал, обождите, я первый дойду до Верховного суда. И он побежал в Верховный суд. Как? Что? Ты же не проигрывал. Твои ходатайства никто не отменял. Чего же ты побежал в Верховный суд? Значит, он побежал в Верховный суд вот для чего. Чтобы Верховный суд постановил, имеет ли он право в уголовном порядке судить Трампа и может ли Трамп использовать защиту иммунитета против уголовного преследования. В каком смысле? В том, что президент исполняет свои обязанности, а в его обязанности входит защита Конституции, защита правопорядка. Так вот, Трамп 6 января он исполнял свои президентские обязанности или нет? Когда он призвал людей идти на Капитолий. позиция Трампа я исполнял свои президентские обязанности. Я считал, что были грубейшие нарушения, что электорат не мог голосовать таким образом, который он собирался проголосовать 6 января, и призвал идти протестовать. Я считаю, что я имел все основания полагать, что совершается, ну, если не преступление, то грубейшие нарушения Конституции, а также законов, касающихся выбора. И вот я призвал людей пойти и протестовать. На это позиция Смита такова, что ничего подобного. Никакой, во-первых, бывший президент не обладает никаким иммунитетом, потому что иначе иммунитет у каждого был бы на всю жизнь. Раз ты был президентом, делай, что хочешь, все в порядке, тебя никто судить никогда не может. За преступление, которое ты совершил, когда был президентом, между прочим, ну, я сейчас позицию Смита излагаю, и все упрется в одно. Когда Трамп призывал идти людей идти протестовать, это он исполнял свои президентские какие-то обязанности или нет. Потом, если он исполнял свои президентские обязанности, то тогда вступает в силу защита иммунитета против судебного преследования и Таня Чуткан безработная, что касается этого дела. сразу выкидывается. Вот. Либо судьи скажут, что если во время суда будет определено, они могут до фактов не дойти, что он исполнял свои обязанности, дело выкидывается. То есть будем смотреть. Я очень надеюсь, что Верховный суд США выкинет это дело. Посмотрим. И также надо помнить, что СМИТ, по-моему, хочет, чтобы это дело, чтобы слушания были в понедельник, по-моему, 4 марта, если я не ошибаюсь, 5 марта во вторник это суперчувствия, где будут проходить праймерис в нескольких штатах. И СМИТ делает все, чтобы сорвать трампу, конечно, в его предвыборном компании. Мы сейчас говорим о действиях СМИТа, но у СМИТа есть еще и другие действия. Он собрал все изображения, все данные посещения веб-сайтов, использования мобильных телефонов и Трампа его сторонниками. То есть он фактически устроил слежку за гражданами США, насколько это законно. Абсолютно незаконно. Вот это дает еще право, как мне кажется, адвокатам Трампа этот вопрос тоже поднимать, потому что не имеет права генпрокурор, специальный прокурор устраивать слежку за гражданами США. Адвокат Трампа имеет право коснуться этого вопроса только в том плане, чтобы показать, что Смит политически заряженный прокурор. Что у него, на самом деле, как я сказал, что он одержим идеей остановить Трампа, что он не только судит Трампа, хотя не имеет никакого права его судить, потому что Трамп исполнял свои президентские полномочия, это прерогатива Трампа была, но он настолько заряженный и одержимый, что он даже участвовал, дело в том, что вопрос, насколько Смит участвовал, думаю, что я не знаю, сейчас он специальный прокурор, что его роль в сборе информации о людях, которые ставили там лайки, которые писали хорошие комментарии в пользу Трампа или против демократов, сбор этой информации, я не знаю роль Смита, поэтому не могу ничего сказать, то, что роль ФБР была, безусловно, ну а ФБР входит в Министерство Юстиции, как оно подчиняется Министру Юстиции, но Смит не является Министром Юстиции, поэтому не могу сказать, но тем не менее какие-то заявления Смита, безусловно, все это говорит о том, что он одерживает. Хорошо, в контексте того, что мы сейчас слышим от республиканцев, которые расследуют собственно и нынешнего президента и его сына, идет активное нападение именно на сторонников Трампа и Трампа. Но вместе с тем мы с тобой уже обсуждали те кадры, которые стали достоянием, те кадры, которые показывают, те кадры, которые, собственно, на всеобщее воззрение вылил новый спикер палаты представителей Джонсон. их сколько там, 44 тысячи часов или сколько там часов, и они показывают, что та картина, которая, в общем-то, была раскручена вот этим комитетом 6 января, абсолютно не то показывает людям. поэтому все требования и все претензии к Трампу и его сторонникам сейчас могут быть вообще пересмотрены и дело разваливается на глазах. Вот как в контексте новых новых видеокадров и доказательств рассматривать вообще все то, чем занимается СМИТ на сегодняшний день? Какие-то люди уже получили по 18 лет тюрьмы. Да. и у них есть адвокаты. Не знаю, нужно ли им 40 тысяч часов смотреть, но что-то, наверное, они посмотрят, и они будут тогда подавать какие-то хозяйства. А это дело не может быть вообще все пересмотрено и отменено? А это же не одно дело. У каждого ты понимаешь, там же все дела они взаимосвязаны? Это не важно. Каждое дело в отдельности будет? Один смотри, один что-то крикнул, другой бросил камень, третий не знаю, еще что-то сделал. У всех абсолютно разные факты. Это не одно дело. Нет. Все понятно. И последний вопрос, который меня сегодня, на сегодняшний день очень огорчает, это опять переписывание американской истории и снесение монумента примирения, который называют монументом конфедерации на Арлентонском национальном кладбище. Твое отношение к уничтожению истории в таком контексте, уничтожению памятника, который был поставлен в 1909 году архитектор еврей, участник на стране, гражданской военной стране конфедерации, Элая Моузес. Я хочу сказать нашим зрителям, если они не знают, в рядах конфедерации сражалось очень много евреев. И на кладбище в Ричмонде Холливуд Семетери есть огромный монумент, памятник детям Сиона, которые воевали вместе с конфедератами. В Ричмонде 18 тысяч могил конфедератов пока что не тронули. уничтожили памятник генералу Ли. Тому самому генералу Ли, которому принадлежала земля под кладбищем Арлингтонским. И сейчас идет полное переписывание истории в контексте 2020 года. Когда у нас теперь один герой есть, преступник Флойд, и ради этого всего уничтожается вся история Америки. Но я сейчас даже не столько о памятнике, сколько о... Стоп, стоп, Ну, Флойда, слава Богу, уже нет живых. Вот, ты сказала преступник Флойд. Теперь ты понимаешь, как в Джулиане попал? Понимаю. Я скажу преступник Флойд, потому что он был осужден. Он был судим. Он был судим, но он был судим совершенно не по тому эпизоду, в котором он погиб. Погиб или сам умер от передозы. Я понимаю, к чему ты клонишь. Его не судили по этому делу. Я хочу сказать как осторожны мы должны быть. Продолжай. Спасибо. Я, знаешь, как на суде себя чувствую, когда мне этот судья говорит, вы можете продолжить? Да, но ты говоришь... Борис, Борис, мы же на суде с тобой. Мы же с тобой не взяли суда. Когда, извини меня, когда Джулиане назвал преступницами и мошенницами тех двух дам, он тоже был на суде. Но сегодня тоже ты мне арбузы уже приписал. Я помню. Я забыл тебе арбузы. Я тебе не приписал. Это был пример. Ну, я понимаю, но кто скажет, что ты мне может хотел просто доходчивый пример. Вот и все. Оставили. Я сейчас о конфедерации. К чему я это говорю? Потому что в комментариях, очень многие комментарии в прессе я прочитала, но это преступники же были. Они хотели, они приступили закон. Вопрос возникает. Что нарушили конфедераты в тот момент, когда началась война? они были свободными штатами и по конституции они имели права отделиться или не имели права отделиться. Конституция молчит на эту тему вообще. Что там произошло тогда? Объясни. Почему их называют преступниками? Кто? Кто? Их а за что тогда уничтожают всю историю конфедерации? Стирают абсолютно абсолютно все и все места. Обожди. Богдан Хмельницкий был преступником. Его судили? Нет. Я считаю, что он был предателем. Я считаю, что он был предателем. Иными словами, кого преступником, что преступником. Сейчас идет процесс, который называется давайте сотрем нашу историю. Дальше. Я против этого. в начале своего монолога ты спросила меня, какое мое отношение, но я не успел еще ответить. У меня отношение резко отрицательное к этому. Но кто их считает преступниками? Шла гражданская война. Кровопролитная гражданская война. Дальше. Опросы, которые были не так давно проведены в Соединенных Штатах. Вопрос был такой. Какова была причина этой гражданской войны? Потому что есть же официальная точка зрения, что Юг не хотел отменять рабство, а Линкольн и Северные штаты хотели отменять рабство. Так вот, среди опрошенных большинство американцев даже не считают, что это была из-за рабства война. А какие были еще причины? А еще причины были налоги. А какие были еще причины? А еще причины было желание суверенитета. Конституция не предусматривает выход из Соединенных Штатов. Нет такого права ни у какого штата. И я не помню сейчас как называлось это дело, где Верховный Суд постановил, что существует два способа выйти из состава Соединенных Штатов Америки. Первый способ, как ты думаешь какой? Революция. Второй способ, согласие всех. Выходите. То, что согласие, если Техас задумает выйти, а, кстати, все время сепаратистские настроения появляются то одного штата, то другого штата, и не только штата. 20 лет тому назад Стейтен Айленд хотел выйти из состава города Нью-Йорка. Постоянно какие-то городки, там, куда-то они хотят выйти оттуда, войти туда. Это этот процесс, который, если составить список, постоянно. Вот, и Луизиана, то есть, короче, этот процесс, он клеит. Но, кто даст Техасу выйти? Можно взять только сначала, сделать поправку Конституции, по-моему, номер 28 она будет, в котором бы расписывался механизм выхода из Соединенных Штатов. и если бы такой механизм существовал, то потом, там, скажем, Техас бы им воспользовался. Но пока такой поправки нет, и в воздухе не витает, что она будет на нашем веку. Ну, иногда бывают быстрые какие-то события. Значит, что осталось? Революция. Значит, пусть Техас вооружится, устроит революцию, и насильно в свое время, как Техас вошел. Техас был 9 лет независимым государством. А от кого он добился независимости? От Мексики. Это был, значит, речь идет 1800, там, 24-й год, и где-то там по 35-11 лет. Они были независимые. Пока Конгресс Соединенных Штатов почти как Дума Российской Федерации. Не включила Техас в состав там Херсонская область или какая-то в состав Соединенных Штатов. И все. Мало того, Мексика сказала, то есть как это? То есть как это? И была война между Мексикой и Соединенными Штатами. Ни сто ни кого под Луной. Да, я все это понимаю. В данном случае мы говорим о конфедерации, которую берут вот так вот уничтожают целый пласт истории. Уничтожили памятники. Когда вместо памятника генералу Ли осталось сначала там просто разрисовано все было БЛМ и Флойдом. А там сейчас никакого вообще нет ничего. просто чистая площадка. Уничтожено все абсолютно. И если задавать вопросы вот этим ребятам, мальчикам, девочкам, которые кричат АТУ, но тут же не мальчики, девочки, тут Министерство обороны покорно приняло вот то, что демократы решили уничтожить. Просто вытереть историю целую. И я настаиваю, этот памятник называется примирению. И вся война, извини, Борь, но ведь война закончилась примирением и потом мы говорим сейчас о Memorial Day, который у нас существует. Лена, война не закончилась особым примирением. Война закончилась победой севера. А после войны еще был такой тяжелый период для Соединенных Штатов, где конфликты продолжались. Просто это не было горячей войны. А никаким примирением, ну хорошо, примирением. Я читал декларации, кстати, Штатов, когда они отсоединялись. Рабство было указано как одной из причин, что это наши законные имущественные права. и какого черта вы на них посягаете. Почитаю декларации о выходе из Соединенных Штатов. Ты знаешь причину, почему меня это интересно. Разных штатов. Так вот, рабство украшало? Нет, не украшало Соединенные Штаты. Были Соединенные Штаты единственной страной, где было рабство? Конечно, нет. До сих пор есть страны, где есть рабство. До сих пор. Нравится ли мне, что срубают памятники? Нет, не нравится. Почему в этом участвует Пентагон? Ну, потому что при Министерстве обороны есть, по-моему, комитет, который называется Naming Committee, который называет там и памятники называет, и какие-то, ну, все, что связано с военными делами. Но это, если ты поставишь вопрос, это законно или нет? А почему нет? Это противно, это плохо, но это не является незаконным. Точно так же, как если памятник Пушкина сносят в Одессе, к примеру. Может быть, это и не очень хорошо, но я украинцам могу понять, что они ничего не хотят иметь общего со всем, что связано с Россией. Я это могу понять. Одобряю, нет, ну, понимаю, абсолютно понимаю. И точно так же и здесь. Ну, что мы можем с тобой сделать? И, как правильно сказал Барак Обама в свое время, выборы имеют последствия. Вот все. Мы сейчас пожинаем плоды выборов 2020 года. Ты знаешь, мы пожелаем плоды еще выборов 2008 года тоже. В 2009 году, я тебе напомню, Барак Обама, президент Соединенных Штатов, новоизбранный, он вылагал цветы вот к этому памятнику примирения, который находится на Орлинском кладбище. И все президенты до Барака Обамы тоже чтили этот памятник после Барака Обамы. Печаль, печаль. Презла печальная эпоха, которая сейчас является третьим сроком Барака Обамы. Не дай Бог, это вылез в четвертый срок Барака Обамы. И тогда у нас не останется ни истории, ни памятников, и я не уверена, что и Линкольна не тронут. Потому что уже тронули других. Колумбов трогают. Послушай, Линкольн, я читал его собственную декларацию, которая была, по-моему, в 1863 то ли третьем, то ли четвертом году, в разгар войны. Где он совершенно четко писал о том, что если вот эти отколовшиеся штаты не будут войдут обратно, то ради бога у вас останется рабство. Мало того, не все штаты, в которых было рабство, вышли из состава союза. Не все. И в них продолжалось быть рабство. Поэтому если покопаться в биографии Линкольна, а там не надо особенно копаться, это декларация, что секрет? Нет. То есть иными словами, главное для Линкольна было сохранение страны, союза, а не то, чтобы на юге прекратилось рабство. Ты знаешь, я могу согласиться со многими вещами, поскольку я хорошо изъездила именно в Вирджинии, этот штат, я была в разных местах. Сейчас губернатор Янкин предлагает перенести памятник. Я не знаю, как он перенесет памятник, и что он перенесет, и насколько уничтожат вообще все вот это современные борцы с историей Америки, потому что сегодня уже там находится кран, уже сегодня начались работы, естественно, пострадают рядом какие-то могилы, без этого никак они не обойдутся, то есть они будут тревожить мертвых. Бывший сенатор США Джим Уэб демократа Вирджинии, понимая, что мемориал был построен с единственной целью залечить раны, это демократ сказал, гражданской войны в своей августовской статье Wall Street Journal подчеркнул, что свержение статуи приведет к однозначной желанию деградирующего общества стереть великодушие своего прошлого, пользу горечи и непонимания, вызванных теми, кто не понимает истории, которые они похоже стремятся разрушить. Мне больше добавить нечего. Я надеюсь, что хватит ума у современных наших политиков хотя бы сохранить вот этот памятник. Пусть в той долине Шенандо, где проходило очень много боев, где до сих пор живут потомки вот тех самых конфедераторов, которые сражали за свое видение Америки, которые проиграли. Мне очень горько, что Америка вот таким образом разрывает свою связь в понимании добра, зла и примирения. Мы сейчас спокойно переходим к нашей украинской тематике. Каждый раз, когда мы говорим о том, что происходит в Украине, каждый раз мне хочется поблагодарить Бориса, который стоит и сражается за помощь Украине и помогаем тем, которые... Я сражаюсь. Да, да, потому что каждый цент, который ты получаешь, это борьба за то, чтобы этот цент дошел. Ты знаешь, это такая... Лена, можешь показать флаг, который... Ты понимаешь, я этот флаг в лицо уже держу, уже повесила и показала, он у меня на странице. Единственное, я могу его показать вам сейчас, потому что флаг совершенно бесподобный. Мне это самый большой подарок за последнее время, который я получила. Вот этот флаг, я вам сейчас покажу. Господа хорошие, этот флаг, который ... Ой, это не флаг. Ну, Борис, ты пока говори, я флаг покажу. Но это флаг, который Кевин привез из Украины. Да, привез из Украины. Этот флаг, который Кевин держал у себя в машине, там есть описание, есть письмо, в машине, где на крыше фактически кузова, когда раненые ребята собственно отходили от наркоза, в сознание приходили, они видели над головой этот флаг, они понимали, что они среди своих. Этот флаг, это ценнейшая совершенно, ну, ценнейшая вещь, которая есть у меня теперь в доме, вместе с письмом Кевина. Вот это письмо по-английски написанное таким почерком, это от Кевина. И вот он написывает как раз в этом письме то, что я вам сейчас сказала. Чем является вот этот флаг и чем он являлся для тех ребят, которых спасал Кевин. Значит, по-моему, да, в общем, короче, я ни в каком не в бою, и мало того, если назвать это боем, то это самый легкий бой. Доря, я нашла флаг, Борис, флаг. Я просто его показывала, флаг, вот этот огромный, такой, красивый, большой флаг. Да, с подписями. С подписями. Спасибо большое вот этим людям. Сейчас мы собираем деньги на две вещи. Это, как я уже говорил, это специальные пакеты для утепления, потому что даже с незначительной раной можно не выжить, если будет переохлаждение. И зима уже наступила. И это специальные деньги. Все это в одном пакете. И в одеяле, в пленке, везде там есть элементы, которые когда там ломают или раскрывают, в общем, они обогревают и они спасают жизни. И я рассказывал, что один вот такой вот пакет с утеплением, с одеялом стоит 135 долларов, это хорошая цена, и мы собираем сейчас деньги на эти пакеты. это первое. Второе. Кевин взял шефство над Лебединским медицинским колледжем. Лебединский медицинский колледж это заведение, которое готовит медиков, фельдшеров, фельдшеров, не знаю, благодарения, которые сразу после окончания идут на фронт. восемь выпускников Лебединского колледжа уже погибли. И деньги нужны на две вещи. Во-первых, я назовем это манекен, манекен, на котором отрабатывают студенты все манипуляции, которые они должны совершать над ранеными на поле боя. Это и уколы, это и перевязки, это самые различные манипуляции. Они стоят дорого. В Америке они вообще бешеные деньги стоят. Это же должны быть манекены, в которых поверхность покрытия похожа на козу человека. И вообще там нужен ремонт, потому что денег на ремонт у них нет. Разумеется, они сами не будут никого нанимать, они сами будут ремонтировать своими собственными силами, но все равно нужны средства для закупки стройматериала. Мне очень обидно, как я уже говорил, что сейчас у государства украинского нет фонтов для того, чтобы медицинскому колледжу в Лебедине купить этот манекен и чтобы выделить деньги на ремонт, особенно понимая, что выпускники этого колледжа рискуют своей жизнью, и это доказано, там один человек стал героем Украины, и восемь человек отдали своей жизни. Поэтому, как всегда, я прошу, никакой не бой для меня, я просто прошу, чтобы кто сколько может, пусть это будут небольшие суммы, не каждый может дать 135 долларов на пакет, ничего страшного в этом нет, если вы можете дать 5, дадите 5, 10, 10, 135, 135, никаких, и Кевин, и я благодарны, но я просто благодарен, а Кевин в январе туда летит, вот он так и будет в бою. Слово бой по отношению ко мне, Лена, забери это слово обратно. Забрала. Я не рискую жизнью, я ничем не рискую, Кевин рискует жизнью, поэтому будем употреблять слова по адресу и точно. Вот, а Boris Palant от Yahoo.com это мой имейн, который связан с Zelle или PayPal, и так и так можно. Поэтому заранее благодарю и сумма уже приблизилась к 180 тысячам долларов, которые мне удалось собрать благодаря вам всем. С начала войны это уже серьезная сумма. Я горжусь тем, я горжусь тем, что у нас такие зрители и слушатели, которые так откликаются у них. Сердце большое, и я переписываюсь с некоторыми уже давно, и мне приятно, что есть единомышленники у нас с тобой, которые на самом деле, не обязательно даже не все из них граждане Украины, но они чувствуют боль, и несправедливость, и хотят тоже помочь. Спасибо, Борис, большое за активное участие в помощи Украине, без всякой борьбы. Можно я без борьбы? Без борьбы. Спасибо за то, что вы с нами, вы на канале Континент, спасибо Борису Паланту за то, что он умеет препарировать абсолютно все, и ты чувствуешь себя уютно рядом с Борисом, но мы, друзья, не подеремся. А вам желаю подписываться на канал, распространять видео, помогать как можете, и будет вам счастье. Всех благ, до свидания. Слава Украине! Героям слава! Героям слава!